В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравлинка ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. В поддержку проекта закона о развитии арктической зоны России в округе продолжается сбор подписей. Проголосовали за уже более 5000 ямальцев. Ямальские журналисты почтили память Игоря Корнелюка, погибшего при исполнении профессионального долга 17 июня 2014 под Луганском. Северный каникул используют для здоровья воспитанники пришкольных лагерей, проходят курсы восстановительного лечения. В автономном округе продолжается сбор подписей в поддержку законопроекта о развитии арктической зоны. На призыв поучаствовать в акции по сбору подписей откликнулись волонтеры, общественники и партийцы. Сегодня к этой работе подключились все муниципалитеты. Акция, инициированная профсоюзной организацией работников образования, предполагает дополнить проект федерального закона предложениями ямальцев, сохранить и приумножить уровень социальной защищенности северян. Волонтеры первым делом отправились по адресам, указанным в предварительных заявках на сайте Ямал-2016 РФ. Под важным для округа документам за полтора месяца свои подписи уже поставили более 5000 человек. Работая на севере, люди должны быть уверены в своем будущем, получать достойные гарантии, качественное образование, качественную медицину. Обсуждали на встречах, на конференциях этот законопроект. То есть он, безусловно, необходим нашему округу для того, чтобы дальше развиваться и улучшать экономические и социальные показатели нашего региона. Чтобы предложения ямальцев были учтены в новом законе, необходимо набрать еще не менее 35 тысяч голосов. Активно включиться в работу депутат Григорий Литков предлагает нашим соседям. По его мнению, так шансы быть услышанными в Москве возрастут. Есть такие мысли, чтобы вот эту идею сбора подписи надо иметь в виду и распространять в наших соседних субъектах. Я не сомневаюсь в том, что тут все зависит от нас, от организаторов. Активисты проекта «Народный контроль» побывали в очередном рейде. Итоги проверки магазинов неутешительны. В одном из них обнаружено множество просроченных продуктов питания. В какой магазин за покупками ходить не стоит, знает Марина Мехедова. Для очередного рейда «Ревизоры из народа» выбрали три магазина. Настроение у контролеров испортилось уже в первой торговой точке. Жалобы «Натурал» поступают часто. Сюда активисты наведывались неоднократно, но ситуация не меняется. Все стоит без рассола. И селедка, и скумбрия. Она у вас даже посохла сверху, уже не говоря о том, что там что-то. В каждой витрине просроченный товар. Это то, что с этикетками. Половина вообще без опознавательных знаков. Нет никакой информации, откуда поступила продукция. Сроки годности, даты изготовления, ничего нет. Все в заснеженном виде. Удивительно, что сюда ходят покупатели. Но раз есть спрос, значит будет и предложение. Закрывайте магазин на один день. И всю просрочку реализовывайте. Ешьте сами, раздавайте друзьям. Друзья таким подарком вряд ли обрадуются. А вот письмо в Роспотребнадзор будет направлено незамедлительно. В Монетке на улице Муравлинка к покупателям относятся с уважением. В зале чисто, выкладка товара почти без нарушений. Попалась колбаса с истекшим сроком годности и грибы, перенесшие неоднократную разморозку. Не доглядели, говорит директор. Мы стараемся следить за всем. Конечно, объем работы очень большой. И ценники ежедневно мы меняем. И за сроками следим. Из замечаний указать на ценниках производителя и тщательнее следить за состоянием холодильников. Одна из частых жалоб потребителей на магазин на сети Монетка – это то, что цена, указанная на продукте, не соответствует той, что пробивает кассир. Контрольной закупкой такого нарушения подтвердить не удалось. Но покупателям терять бдительность и не стоит. Так же, как и посетителям магазина Тайга. Товара здесь немного, но из-за его состояния продавцы уследить не могут. Водим до 9.06. Девушка. Вы видите, а вы уже убираете все, да? Ну быстро вы убираете, убираете. С документами на продукты тоже непонятная ситуация. Вроде они есть, но датированы 2015 годом. Санитарный журнал вообще покрылся многолетней пылью. В 08-м году последняя проверка, все, дальше идет пустота, дальше идет пусто. То есть никто не проверяет. Вот первая страница, вот вторая. То есть никакой санитарной проверки в этом магазине не производится. Магазин взят на контроль. Активисты обещают наведаться сюда еще раз. Если предприниматели не могут сами следить за порядком, то делать это будут народные контролеры. Марина Мехедова, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В «Муравленко» реконструируют пешеходные переходы. А в исполнении поручений президента страны в соответствии с новыми стандартами приводятся как регулируемые, так и нерегулируемые переходы. Не совсем обычный появился в районе торгового центра «Север». Всем привычная «Зебра» совмещена с искусственной неровностью. Решение установить в этом месте переход было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. В этом районе постоянно фиксировались нарушения ПДД со стороны пешеходов. Последней каплей стало ДТП с участием несовершеннолетнего, которое произошло в декабре 2015 года. Теперь дорога от торгового центра станет безопаснее для пеших участников дорожного движения. Также будут оборудованы и нерегулируемые переходы по улице Ленина. На этой неделе здесь активно ведутся работы. Переходы оснащаются световыми индикаторами и новыми знаками. На проезжей части появятся искусственные неровности. Кроме этого, нынешним летом будут приведены в соответствии остановочные павильоны в районе Дома культуры Украины. Оплатить жилищные и коммунальные услуги теперь можно, не выходя из дома. Единый расчетный центр запустил новый онлайн-сервис. Если ранее за получением доступа в личный кабинет нужно было обращаться в ЕРИЦ, теперь можно пройти автоматическую регистрацию, использовав только номер лицевого счета. Оплату полностью за жилищно-коммунальные услуги и за капремонт можно производить также в личном кабинете. То есть не обязательно простаивать здесь у нас очереди огромные, получать квитанции. То есть свою квитанцию вы можете посмотреть в личном кабинете, посмотреть сумму, которая вам начислена, и тут же произвести оплату. Для того, чтобы оплатить услуги ЖКХ, нужно зайти на сайт единого расчетного центра, выбрать вкладку «Личный кабинет» и регистрацию по параметрам лицевого счета. Специалисты обращают внимание на один нюанс. После заполнения может появиться сообщение, что лицевой счет не найден. В этом случае нужно просто удалить в нем две последние цифры. На электронный адрес придет письмо с паролем для входа в личный кабинет. Теперь здесь можно не только подавать показания счетчиков и распечатывать квитанции, но и с помощью банковской карты оплатить все свои счета. Еще одно новшество – показания приборов учета в Единый расчетный центр можно передать с помощью СМС-сообщения, в котором указываются фамилия, адрес и показания счетчиков. Сегодня исполнилось два года со дня гибели российских журналистов на Украине. Корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин 17 июня 2014 года снимали репортаж о беженцах под поселком Металист, где попали под минометный обстрел. Антон тогда погиб на месте, Игорь умер от тяжелых ран в больнице. Эта трагическая новость потрясла весь Ямал. Сегодня Игоря Корнелюка вспоминают в Муравленко. Он был хорошо знаком с жителем региона и нашего города. Здесь он жил, учился, окончил школу. В Муравленко в 1995 году на местном телевидении началась его творческая карьера. В годовщину гибели Игоря Корнелюка на здании городской телерадиокомпании в память о земляке журналисте установлена памятная доска. Сегодня очень много людей в разных концах земли вспоминают об Игоре. Думают о долге и справедливости, о том, как важно быть честным и перед собой, и перед людьми. Представляете, до сих пор его имя объединяет, заставляет думать о хорошем и поступать правильно. Значит, его миссия еще не закончена. Истинная картина событий – это та ценность, за которую журналисты готовы рискнуть своей жизнью. И для этого требуется огромное большое мужество. Поэтому, когда мы говорим об Игоре Корнелюке, мы испытываем и скорбь, и горечь, и гордость за нашего коллегу, который исполнил до конца свой профессиональный долг. Вспоминают Игоря сегодня и в Салихарде. В сквере, где установлен памятник погибшим журналистам, прошел траурный митинг. Почтить память земляка пришли его коллеги, работники окружных и городских средств массовой информации, представители власти, общественности, тех, кто знал, любил и помнит его. Игорь погиб на работе, не выпуская из рук микрофона. Он часто говорил, пусть каждый день будет добрым, а вести только хорошими. Но в командировке на Украине он хотел показать правду войны, которая вдруг для всех нас оказалась так близко. Это была последняя командировка Игоря. Он награжден орденом мужества посмертно. Продолжаем выпуск. Каникулы с пользой для здоровья проводят подрастающие поколения. В летних пришкольных лагерях, работающих в июне на базе образовательных учреждений, организованы не только познавательные и развлекательные программы. Особое внимание укреплению здоровья. Ани Григориан убедилась на процедуры. Ребята ходят с удовольствием. Лечебная физкультура, здоровое питание, физиопроцедуры. Программа восстановительного лечения в летних оздоровительных лагерях традиционно включает в себя целый ряд оздоровительных мероприятий. Все для того, чтобы отдых в городе был для детей максимально полезным. Каждую летнюю смену в отделении восстановительного лечения оздоравливаются 20 воспитанников пришкольных лагерей в возрасте от 7 до 12 лет. Это дети, стоящие на диспансерном учете. Процедура ребятам из пришкольных лагерей определенно нравится. Казалось бы, простое воздействие на кожу, а сколько пользы. Благодаря массажу улучшается работа сердца и сосудов, кровообращение, ускоряется обмен веществ в организме, а еще он благотворно влияет на позвоночник. У северных детей проблемы с ним возникают с самого раннего возраста. Это массаж ручной обязательно, вибромассаж всего позвоночного столба, фитотерапия обязательно, значит, в зависимости от заболевания. Кроме этого, физиопроцедуры, овощи, ДДТ, СИНТ, электрофорезы, ингаляция и другие процедуры. Наша задача – поддержать иммунную систему этих детей. Процедуры ребятам из пришкольных лагерей определенно нравятся. Дарья Козина говорит, раньше у нее часто болели живот и спина. После процедур стала чувствовать себя гораздо лучше. Мне делают массажи и все прочее, и я чувствую, что у меня уже не болит живот и не болит спина. Большинство детей идут охотно, потому что совершенно безболезненная процедура. И как-то им интересно все равно, что-то новое, кто-то уже лечился, это знает все, а кто-то не лечился у кого-то первый раз. Поэтому скажу, что больше идут охотно. Первая смена пришкольных лагерей продлится до конца июня. За это время ребята смогут получить полный курс оздоровительных процедур, зарядиться энергией и хорошим настроением на весь следующий учебный год. Ани Григориан, Владислав Дробутов, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. А накануне представитель губернатора округа Валентина Полынова и руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Хизрил Хаматов посетили пришкольные лагеря пятой школы и детского сада «Сказка». Целью их визита было прежде всего оценить систему безопасности и организацию питания в лагерях. Для детей здесь созданы все условия для активного и здорового отдыха. Четырехразовое питание включает достаточное количество сезонных ягод и разнообразных фруктов. В летнем лагере мальчишки и девчонки получают дополнительные знания, поправляют здоровье и просто отдыхают. Созданы оптимальные условия для оздоровления, для отдыха, для развлечения наших детишек. Везде организованы игровые комнаты, комнаты отдыха, комнаты развлечений и, конечно, спортивные залы. Дети очень задорные, веселые, проводятся интересные мероприятия. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны в интернете на сайте компании муравленко.тв. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин